Думаю, что и в этой области важнее не имитация беспокойства, не имитация, скажем так, деятельности, а как раз эффективные прямые шаги. Один из таких шагов у нас звучало как идея на круглом столе – это запрет торговли слабоалкогольными напитками. То есть вы понимаете, что можно причиной массового потребления алкоголя в стране, алкоголизации населения искать и в социальном состоянии, и в разных аспектах нашей жизни, но большую роль играет привычка. То есть если дети с малолетства начинают употреблять каких-то коктейлей слабоалкогольных, которые приятны, я подчеркиваю, на вкус и вполне доступны, просто привыкают к потреблению алкогольной продукции, то, что уж говорить, они не могут без нее потом обходиться и переходят на более крепкие напитки. Так вот, нужно добиться того, чтобы употребление алкоголя как минимум стало неприятным. Согласитесь, водка далеко не лучший напиток, от которого первый раз попробовавший ее испытывает удовольствие. А вот слабоалкогольный коктейль некий, как раз он располагает к тому, чтобы повторить еще раз и еще раз и еще раз. Вот на взгляд в том числе и работников торговли, которые продают напитки, они точно так же имеют семьи, детей, живут в нашем же с вами городе и точно так же переживают за состояние общественной морали и нравственности. Да, мы, конечно, все переживаем, но тем не менее на праздники это всегда садимся с полным столом, на котором не обязательно присутствует алкоголь. Очень отрадно, что сейчас все-таки модным стал здоровый образ жизни у молодежи, занимаются спортом, это развивается, это направление в нашем городе. Но честно, Дмитрий Николаевич, приду я к вам, скажу, есть у меня 2 миллиона книжный мне магазин открыть или алкомарк? При принятии решения о том, вы придете ко мне, я не понял, с какой целью. Как с какой целью? Я попрошу у вас совет, скажу, Дмитрий Николаевич, ну посоветуйте мне, пожалуйста, тогда хочется денег заработать для семьи. Что же мне открыть? На мой взгляд, алкогольный бизнес не самый выгодный и интересный, если говорить о торговле. Это мое убеждение, это не сейчас, стараясь вам как-то оппонировать, а именно это убеждение. Это один из видов бизнеса. Сказать, что он гиперприбыльный, я не могу. Ну конечно, по сравнению с нефтяным, наверное, он не такой прибыльный. Я имею ввиду, вот действительно, книги или алкоголь? Да, и по сравнению с торговлей гречневой крупой на сегодняшний день. Это на сегодняшний день, а у нас очень стабильный, мне кажется, бизнес именно вот алкогольный. До прихода сетей алкогольных, которые зачастую, я подчеркиваю, зачастую торгуют продукцией дешевле, чем оптовые цены на ту же продукцию. Что наводит на мысль. Да, извините, для чего это делается? Ну, наверное, для того, чтобы как-то устранить конкурентов в городе. До этого времени у нас торговля алкогольной продукцией была, осуществлялась наряду с торговлей всеми остальными товарами. Обратите внимание, вот взять наши крупные сетей, я имею ввиду для нашего города, то есть там и Северсторг, и Каменный Цветок, и Афанасий. В них были отделы, и не очень-то большие по размеру, по торговле алкогольной продукцией. При этом у них были и хлебные отделы, и отделы колбасных изделий, то есть точно такой же, как любой другой пищевой товар. Вот в этом плане, а кстати, касаясь запретов законодательных, то есть что делает государство, ну, оно ввело ограничение на рекламу алкогольных напитков. То есть вы сейчас нигде не встретите прямую рекламу, за исключением трансляции зарубежных футбольных матчей. Сам неоднократно видел. Ну как прямую, реклама пива все равно существует, там нету людей. Пиво, я говорю алкогольных напитков, пиво это не алкогольный напиток. Вот хорошо как. Это не алкогольный напиток в понимании этого термина, как определяет его законодательство. Под алкогольными напитками понимается, ну, в первую очередь, это сильно, скажем, содержанием алкоголя более 15 градусов. Точно не могу назвать цифру, но приблизительно вот так. Поэтому эта реклама, то есть вина, водки, виски и так далее, она запрещена. Пиво, вот за что выступают как раз предприниматели, даже не то, что за запрет рекламы пива и слабоалкогольных предпринимателей нашего города, я подчеркиваю, выступают за запрет продажи слабоалкогольных напитков. Статистика 2007 года показала, что хлеб покупали реже, чем покупали алкоголь. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем этого не было. Отец Илья, я прошу вас обратиться к нашим телезрителям и призвать их отказаться от алкоголя. Я думаю, что вот и Дмитрий Николаевич сказал, что только одних призывов и каких-то действий со стороны государства или администрации муниципальной, конечно, недостаточно. Просто недостаточно. Больше того, одного только усилия человеческой воли, собственной воли, переломить ситуацию, тоже недостаточно. Мы видим, для тех, кто особенно с этим близко сталкивается ежедневно, как человек приходит, клянется, я все, все. Ну и мы знаем, что он не находит даже в себе сил что-то кардинально изменить. Значит, такой точкой опоры для того, чтобы у человека встать от этого падения, как раз таки является нормальной, здоровой, духовной жизнью. То есть, та рука помощи Божьей, которую Господь нам протянул. И поэтому я призываю братьев, сестер, матерей, отцов, чад, детей, что это не просто какой-то такой минутный, что ли, позыв, и вот человек приходит в храм. Но речь идет о том, что все общество наше, оно бездуховно практически в своей большинстве и не ведут нормальной духовной жизни. В данном смысле я говорю не о душевной жизни, не о культурной жизни, а именно о духовной жизни, как общении с Богом, который есть Дух, который единственный и может укрепить и напитать нашу Душу этой благодатной силой. Силой противостоять перед натиском зла и перед всеми соблазнами, которые предлагает этот мир. Мир с Его страстями в Его бедах, в Его страданиях. И призываю всем благодатную помощь, чтобы прийти с покаянием, прийти с верою на Божью помощь, идти в храм, идти принимать Святое крещение, идти исповедоваться, каяться, приходить к таинствам Святого Причастия, к таинствам Соборования. И таким вот образом, мало-помалу, с Божьей помощью, выходить из этого кризиса, в котором находится наше общество, наш город тоже в том числе. Спасибо большое, отец Илья. Спасибо огромное, Дмитрий Николаевич, за беседу. Все подробности о мероприятиях, которые будут посвящены Дню Трезвости, вы можете посмотреть в рамках программы новости нашего города на пятом канале или на нашем сайте tv5polivskoi.ru. Это была программа «Главная тема». С вами была Екатерина Медведева. До свидания.